Всем привет! В этом видео я приведу примеры двух историй, на которых, возможно, кто-то из вас сможет лучше понять себя или свои ситуации, а также можно будет увидеть со стороны, какие бывают испытания, какие бывают путаницы во взаимоотношениях близнецовых пламен, родственных душ и кармических партнеров. Итак, первая история. Девушка мечтала об идеальной любви. Ее внимание было сфокусировано в этом направлении. Она притянула, таким образом, к себе информацию о близнецовых пламенах, то есть узнала, в принципе, об этом явлении. И это ее очень вдохновило. И она решила, во что бы то ни стало, свое близнецовое пламя найти. Она помедитировала и стала более внимательно мониторить реальность и мужчин, которых она встречает, выглядываться. И однажды она почувствовала сильный, достаточно в сравнении с другими, прям что-то необычное, что такого никогда не было, прям вот очень сильный какой-то резонанс и притяжение. И поначалу, конечно, она не могла точно понять, она сравнивала признаки, которые бывают при встрече близнецового пламени. Но, тем не менее, у нее были сомнения и было непонятно. Но, чем больше она была вот в этой связи, тем больше у нее было чувства, появлялась уверенность, что это ее близнецовое пламя. По итогу, девушка решила рассказать о близнецовых пламенах этому мужчине. Он был не в курсе, что это такое, но стал вникать. Но она сама была так этим вдохновлена, выдушевлена, так уверена, что вот это вот передалось и ему. То есть, когда мы сами что-то чувствуем очень сильно к другому человеку, это ему очень часто передается. Так вот, они на фоне всего этого стали уже сближаться гораздо больше и стали планировать свадьбу. И в один прекрасный день, ни с того ни с сего, этот мужчина куда-то пропал, сбежал. Можно это назвать так. И потом выяснилось, что еще у него и кто-то есть. Представляете, что это было просто шокирующе, это было просто очень больно. Девушка решила отстраниться. Она захотела побыть в себе. И далее произошло нечто ошеломляющее. Один раз, гуляя по парку, к этой девушке подошел мужчина познакомиться. И в разговоре она вдруг почувствовала, что вот у нее любви, теплоты, притяжения, резонанса гораздо сильнее, чем это было. Больше глубины, больше силы. Это как-то совсем по-другому. И не буду уже тянуть интригу. По итогу выяснилось, что вот этот мужчина, который к ней подошел в парке знакомиться, оказался ее настоящим близнецовым пламенем. А тот мужчина, которого на два года насиловало вот этой идеей близнецового пламени, пыталась его догнать и так далее, оказался ее кармическим партнером. Это урок о том, что бывает при форсировании событий. Когда люди выдают желаемое за действительное. Когда какие-то признаки притягиваются за уши. Или даже просто человек, когда хочет, чтобы было так, он тогда и настраивается на это. И видит везде это, что все так и все совпадает. Это урок о том, что важно также принять ошибку свою, признать ее. Потому что ведь если не признать первоначальное заблуждение, то можно так и бегать. Она могла так и бегать за тем человеком, которого она считала своим близнецовым пламенем. А он был ее кармическим партнером. И отвергнуть свое настоящее близнецовое пламя. Поэтому это был непростой, но очень полезный урок. Вторая история. Женщина познакомилась с очень мудрым по ее восприятию мужчиной. И вначале он скорее выступал как учитель для нее. Но постепенно она стала осознавать, что у нее какая-то непонятная к нему тяга. Какие-то чувства, какой-то резонанс. И когда они на эту тему вместе уже открыто более стали говорить. Стало понятно, что с ним тоже что-то происходит. В общем, они с таким никогда не сталкивались. Соответственно, они стали в этом разбираться. И к ним пришла информация про близнецовые пламена. Они стали проходить трансформацию. У них стала память открываться. То есть, стали вспоминать прошлые воплощения. И далее женщина решила, что вот этот опыт может быть очень ценный для других. Что вот люди сталкиваются с каким-то непонятным притяжением. С какими-то непонятными чувствами. С ситуацией во взаимоотношениях с другими людьми. И что это может быть очень полезно. Помогать другим людям в этом разбираться. И чтобы в принципе близнецовые пламена находили друг друга. И просто они решили вот эту миссию такую реализовать. Помогать другим пламенам находить друг друга. Они стали изучать эту тему глубже. Развиваться. Обучать других. Консультировать по этой теме. И со стороны они выглядели просто как идеальная божественная пара близнецовых пламен. Но через несколько лет произошло нечто странное. И для них самих ошеломляющее. Они стали понимать, что что-то не так. Что что-то не сходится. Они стали понимать, что почему же их ситуация. Когда вот они разбирали все это, консультировали и так далее. Много же 100 других пар. Почему какая-то вроде не совсем типичная у них история. И оказалось, что они не близнецовые пламена. А очень близко родственные души. И для того, чтобы это понять. Видите, пришлось заняться вообще этой деятельностью. И проконсультировать много людей. Разобрать реальный опыт реальных людей. И только тогда они смогли понять лучше свои взаимоотношения. И свою ситуацию. С близнецовыми душами очень легко перепутать близкородственные души. Которые констрактируют с другими нашими родственными душами. И кармического партнера. И видите, здесь у них было и чувство родного дома. И трансформации. Вспоминали они прошлые воплощения. Но с близкородственной душой мы тоже можем вспомнить свои прошлые воплощения. Потому что мы тоже с ней проходим этот путь. И очень часто вместе в каких-то взаимоотношениях. И то же самое с кармическим партнером. У нас тоже будут общие взаимоотношения. Но в предыдущих воплощениях и так далее. Когда я встретил свою близкородственную душу. Это для всех вокруг казалось, что просто вот это мы созданы друг для друга. Что мы идеальная пара. Просто так подходим. И в принципе, когда мы вместе что-то делали. Когда мы вместе выступали на аудиторию. Это просто людей гипнотизировало. Они смотрели как завороженные и так далее. И мы чувствовали, что между нами вот такая связь. Которую обычно называют близнецовыми пламенами. И со стороны тоже была обратная связь. Что вроде бы там вот у тех людей такие отношения. Вот этих, такие, вот этих, такие. Вот на нас прямо смотрели. И что-то необычное. Вот им так нравилось. Как это у нас. Что у нас как-то совсем по-другому. На каком-то другом уровне. И если бы я не встретил после всего этого свое близнецовое пламя. Я так бы и думал, что я его уже встретил. По описанию, если просто брать формальное описание информацию. То это все очень похоже на близнецовые пламена. И допустим, всякие мистические моменты. Они были и с родственной душой, и с близнецовым пламенем. Просто там это было чуть по-разному. Это были нюансы разные и так далее. Куча признаков, которые описаны в интернете про близнецовые пламена. Часто относятся и к родственным душам, и к кармическим партнерам. Поэтому, исходя из собственного опыта. Исходя из практики консультирования по этой теме. Я записал несколько видео. Про основные признаки близнецовых пламен. Дополнительные признаки. Ложные признаки. Но важно понимать, что признаки это не галочки ставить. Важно рассматривать ситуацию целиком. Потому что есть нюансы. И нужно это прочувствовать. А не просто от головы поставить галочки. Ссылки на эти видео, кто их еще не смотрел, будут в описании под этим видео. Желаю вам любви и найти свое близнецовое пламя.